Органы опеки должны тщательнее следить за состоянием детей в приемных семьях. С таким предложением выступила уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева. Она разработала дополнительную практику сопровождения таких семей и представила ее сегодня губернатору. Главной темой встречи с Виктором Томенко стала громкая история, которая произошла в Заринске. Напомним, женщина усыновила семерых детей и, как рассказывают сами дети, жестоко обращалась с ними. Врачи обнаружили следы побоев. Одного мальчика была сломана нога. На опекушу заведено уголовное дело. Как подчеркнула Ольга Казанцева, сейчас все дети обследованы, никаких нарушений психики не выявлено. Детям ищут новых опекунов и первая встреча с кандидатами пройдет сегодня. Если дети сегодня будут согласны, документы подготовлены, уже сегодня дети могут быть в новой замещающей семьях. Сколько детей там у нас? Шесть детей готовы проживать в замещающих семьях. И пострадавший ребенок у нас помещен в Заринский центр помощи. Детям останутся без попечения. Пострадавшие пройдут курсы реабилитации. Ольга Казанцева отметила, за семьями, где есть приемные дети, органы опеки будут следить с повышенным вниманием. А губернатор, в свою очередь, поручил взять на особый контроль работу районных и городских органов опеки. Среди предложений по улучшению сопровождения приемных детей, которые разработала уполномоченный, Виктор Томенко особо выделил несколько. В частности, вести приемную семью в течение года, если для ребенка это не первое усыновление. Семьи, в которых больше трех приемных детей, консультировать на тему школьной адаптации и ненасильственных методов воспитания. Все эти предложения скоро внесут в нормативные документы. А ситуацию с Заринской семьей Виктор Томенко поручил держать на контроле.